Продолжение следует... 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 А они теперь так, вчера, ночью сегодня нам напечатали, что они все-таки добились, чтобы это просто рассматривался. Ну а как рассматривать? У кого-то плохая какая-то хибара, он скажет, я согласен. Ну согласен, ему квартиру хорошую дадут. А теперь им легче птищевать. А там у них и здесь, и прямо у нас вплотную двухэтажный деревянный дом был. Нормальный дом. Сумели всем дать квартиры. Дом снесли. То есть вплотную к нам прижались. Но с той стороны, у нас номер 6, а там два дома. Я не знаю, согласятся или нет. Но к нам это не относится. Во-первых, мы представляем, что у нас церковь. Мы сходили зарегистрировали, успели здесь зарегистрировали. А второй строительный. Ну и второй вопрос, как? Мэр приезжает, я рад, что теперь будет место встречи, молитву ваших. Письмо его мы прилагаем где-то. Как рад он может быть? Когда он уже погиб, вы попреки, делайте этого. А дальше? Дальше земля нам принадлежит. Добились что-то вроде, не высчитывая даже за нас. Мне 85 лет, да инвалидность дали. Вот как все это делается у Бога-то. И когда ночью сегодня сообщили, я тут пораньше был, батюшке сказал, я не слышал ни одного слова, что он говорил. Помолились. Я попросил всех остаться здесь. Вы там слышите, что я говорю? Сейчас будем молиться. Постарайтесь встать на ноги. Все, малые, большие, поднимем руки здесь перед храмом. И несколькими словами я помолюсь, чтобы Господь застройщиков отвел, и они даже ноги к нам не ложили. Потому что мэр города приехал, и каторжню, когда рассчитывается государственным имуществом, а второй стоял Слуцкий. Он теперь на месте Жириновского в ЛДПР. То есть я там знаю, кто был. Ну а третий, когда он передавал, мы по рукам ударили, с мэром города даже поцеловались. Приехали, он был директор, не директор, а портор моторного завода с коммунистами, знаете, я говорю, он уже не коммунист. У него в Википедии написано, глава администрации Вера Православная. Вот как? Это обычно они никогда не пишут. А это такое. А почему? Мы беседовали не однажды. И у него день рождения был. А вовчинников Владимир Петрович, советник его, и он говорит, ему полную комнату подарков. А у меня написано там в клеточку. Итак, Владимир Николаевич, все это пройдет. Видимое временное, невидимое вечное. И он говорит, раз просчитал, другой раз просчитал. Вот это все, что передо мной, не стоит этого, что здесь написано. Это уже предпоследнее было. И за 11 дней до его смерти, в автокастрофе погиб, я в тамбуре его встретил. А он какой-то человек с Кемерово. Ой, да кто? Вы знаете, что это человек? А что он знает-то? Не знает. Он коммуну построил, а мы коммунисты не могли. А то, что община, коммуны назвал. И поэтому, где ему памятную плиту сделали, мы ходим под мост и каждый раз останавливаемся, ему молимся, чтобы Господь простил. Если какие греши, моя молитва не угодно, прости Господи. Я сейчас совершу своими словами молитву. Видите, показать нужно храм, но он закрыт, этот купол не видать. Чучитенько. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав ими, Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешным и помилуй. Владыка неба и земли, в Твоей власти вся жизнь на земле. Доброе и худое, все в Твоей власти. Прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, как благоухание приятное. Этих строителей, Господи, отведи от нас. Закроем глаза, чтобы они не видели нас совершенно и ногой не ступали на ту территорию, которую Бог дал через добрых людей. Только Ты можешь это сделать, Господи. Сколько у нас там людей новых пришло. Ты знаешь, Боже, как мы нуждаемся в этих. Эти склады Ты сохранил. Все было для детского лагеря. Поставь Твою святую защиту. И сегодняшний день Петра и Павла да поможет нам эти святые апостолы. Помогите, заступитесь за нас. Тебе, Божья, хвала, Тебе честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Аминь. С миром Божьим по домам. Аминь. Аминь. Продолжение следует...